Точнее воды и огня ничего нет, это никогда в жизни не остановишь. Самое главное, что вы все целы. Самое главное, мы все живы. Теперь главная задача восстановить то, что разрушила стихия. На это понадобится немало времени и сил. По-прежнему крайне проблематично добраться из приморской столицы до Тернея, находки и до преображения. Спасатели делают все возможное, чтобы скорее возобновить сообщение. Наращиваем усилия, конкретно занимаемся по приоритетным направлениям. А это четыре приоритетных направления. Это связь, дороги, энергетика и организация выборной кампании. Стихия объединила всех. Помимо МЧС, который ежедневно ликвидирует последствия циклона, в край с демонетарной помощью выехало много добровольцев. Чтобы доставить необходимые вещи в село Архипов, Кабреевка, Ясное, волонтеры совместно с Примавтодор соорудили временный деревянный мост. Эти и другие фотографии Ольге присылают те, кто сейчас находится на месте событий. А она уже распространяет информацию дальше. Будем надеяться, что если уже появилось сообщение, мост этот сделали хотя бы временный, то в скором времени можно будет добраться до людей и оказать им помощь. Потому что волонтеры сегодня пробивались туда опять. Я не знаю, они доехали или нет. У них связи сейчас нет, потому что там нет сотовой связи. У них стоит два грузовика помощи, которые они должны доставить именно в эти села. Потому что в эти села до сегодняшнего дня не доставлялась никакая помощь. Тем временем в пунктах сбора помощи аншлаг. Люди машинами везут необходимые вещи. Екатерина, как только узнала о случившемся, не осталась в стороне. Кинула клич среди знакомых, что собирает помощь пострадавшим. А там уже сработало сарафанное радио. Теперь ее телефон разрывается от звонков, а машина от вещей. Начали мы собирать сейчас для шумного. Сегодня у нас машина отправляется в шумный. Поэтому мне люди везут, везут. Сейчас опять же будут подвозить вещи. И с моим другом мы отправляем. Он сам едет лично. У него родители в Кавалерово. Мы туда тоже собираем машины. То есть это непосредственно мы лично отвозим. И это получат люди 100%. По словам волонтеров, пока они собрали нужное количество одежды для пострадавших. Но не хватает других жизненно важных вещей. Самое главное, что сейчас необходимо людям, это медикаменты. В приоритете – жаропонижающие лекарства от инфекций и аллергии. Еще очень нужна вода и еда длительного хранения. Помимо этого, нужны памперсы как для детей, так и для взрослых. Также детское питание, спички, газовые печки, постельное белье. А еще не хватает волонтеров, особенно мужской силы. Но стоит отметить, что некоторые люди используют ситуацию в корыстных целях. Мошенники под прикрытием благих намерений перепродают собранные вещи. К слову, есть только несколько официальных пунктов, куда можно ввести все необходимое. У Боревича 15, Ильичева 15, Иртышская 8. Будете получать и компенсации, и федеральные власти, и местные власти. Всем миром будем подставлять. На сегодняшний день режим ЧС федерального значения введен на территории 18 районов Приморского края. По решению губернатора, пострадавшие от разрушительной стихии люди получат выплаты из краевого бюджета. 10 тысяч рублей за потопленные земельные участки, 25 тысяч за потопленные дома. Вторую часть компенсации уже из федеральной казны. Это 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества на одного члена семьи. И 100 тысяч рублей за полную утрату имущества также на одного человека. Однако, когда эти выплаты начнутся, если многих дорог сейчас между населенными пунктами просто не существует, неизвестно. Альна Черненко, Игер Болтов, Новости на восьмом. Игер Болтов, Новости на восьмом.